Этот сборник вышел, во-первых, в большом количестве экземпляров. Тысячи сегодня это очень много. На обложке всего два слова, внутри десятки песен и стихов. Творчество поэтов Алтайского края и Луганской Народной Республики. Совместный сборник появился на свет в марте этого года, благодаря президентскому гранту. Объявили президентский грант, а до этого к нам в Барнаул приезжала на шукшинские чтения Лисицкая Людмила Михайловна из Славяно-Сербска. И тут идея совместного сборника была, и мы, в общем-то, все это объединили. И подали заявку на президентский грант фонда культурных инициатив. И единственные с Алтайского края выиграли. Три блока – алтайские, славяно-сербские и луганские писатели. Разные люди, мотивы одни – родина, патриотизм, гражданская позиция. Но я увидела, как цветут каштаны, и вдохнула бедровый аромат твоих улиц, твоей родины. На презентации сборника мы услышали не только алтайских авторов, но и поэтов из Луганска. Они декламировали свои произведения с экрана. Тираж сборника – тысяча экземпляров. Половину книг уже доставили в библиотеке Луганска. Сделать это было совсем непросто. Когда встал вопрос доставки книг в ЛНР, то, разумеется, мы не могли это сделать от проектов просто Почты России. Редакторы, руководители проекта обратились в Министерство культуры. Те, в свою очередь, прикрепили посылку с книгами к гуманитарному грузу, который регулярно идет из Алтайского края. МЧС, который отвечает за отправку гуманитарного груза, еще и включала наши коробки с книгами туда, доставляла. Специальный человек, который представляет Алтайский край в Соловиносевском районе, Юрий Геннадьевич Проскурин, принимал, помогал, был тоже посредником. И, конечно, когда мы увидели, прежде всего, от него фотографии, что люди стоят с этими книгами, с коробками, и все, груз доставлен. Это был такой сложный квест, и мы очень рады, что он завершился успешно. Руководители проекта не без сожаления отмечают, что хотели включить еще больше произведений в сборник, но были ограничены в средствах и тематикой. Они отмечают, что и в Алтайском крае, и в Луганской народной республике талантливых авторов много, и все они заслуживают печати и своих поклонников. Люблю до воли русские картины, а время в дар бежит необратимо. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.